Жар птица и Василиса царевна В некотором царстве за три девять земель, в тридесятом государстве, Жил-был сильный, могучий царь. У того царя был стрелец-молодец, А у стрельца-молодца конь богатырский. Раз поехал стрелец на своем богатырском коне В лес поохотится. Едет он дорогою, едет широкую, и наехал на золотое перо жар птицы. Как огонь перо светится, — говорит ему богатырский конь, — Не бери золотого пера, возьмешь горе узнаешь. И раздумался добрый молодец, поднять перо али нет, Коли поднять до царю поднести, ведь он щедро наградит, А царская милость кому недорога. Не послушался стрелец своего коня, поднял перо жар птицы, Привез и подносит царю в дар. — Спасибо, — говорит царь, — да уж, коли ты достал перо жар птицы, То достань мне и самую птицу, а не достанешь, Мой меч, твоя голова с плеч. — Стрелец залился горькими слезами и пошел к своему богатырскому коню. О чем плачешь, хозяин? Царь приказал жар птицу добыть. — Я ж тебе говорил, не бери пера, горе узнаешь. Ну да не бойся, не печалься, это еще не беда, беда впереди. — Ступай к царю, проси, чтоб к завтрему сто кулей белоярой пшеницы Было по всему чистому полю разбросано. Царь приказал разбросать по чистому полю сто кулей белоярой пшеницы. На другой день на заре поехал стрелец-молодец на то поле, Пустил коня по воле гулять, а сам за дерево спрятался. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, Летит жар птица, прилетела, спустилась наземь и стала клевать пшеницу. Богатырский конь подошел к жар птице, Наступил на ее крыло копытом и крепко к земле прижал. Стрелец-молодец выскочил из-за дерева, Прибежал, связал жар птицу веревками, Сел на лошадь и поскакал во дворец. Приносит царю жар птицу, царю видал, возрадовался, Благодарил стрельца за службу, Жаловал его чином и тут же задал ему другую задачу. — Коли ты сумел достать жар птицу, Тогда достань же мне невесту. За три девять земель, на самом краю света, Где восходит красное солнышко, Есть Василиса царевна, Ее-то мне и надобно. Достанешь, златом серебром награжу, А не достанешь, то мой меч, Твоя голова с плеч. Залился стрелец горькими слезами, Пошел к своему богатырскому коню. — О чем плачешь, хозяин? — спрашивает конь. — Царь приказал добыть ему Василису царевну. — Не плачь, не тужи, Это еще не беда, беда впереди. Ступай к царю, Попроси палатку с золотою маковкой До разных припасов и напитков на дорогу. Царь дал ему и припасов, и напитков, И палатку с золотою маковкой. Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня И поехал за три девять земель. Долго ли, коротко ли, Приезжает он на край света, Где красное солнышко и синее море восходит. Смотрит, а по синюю морю плывет Василиса царевна в серебряной лодочке, Золотым веслом попихается. Стрелец-молодец пустил своего коня В зеленых лугах гулять, Свежую травку щипать, А сам разбил палатку с золотой маковкою, Расставил разные кушаньи и напитки, Сел в палатке, угощается Василиса царевна дожидается. А Василиса царевна усмотрела золотую маковку, Приплыла к берегу, Выступила из лодочки и любуется на палатку. Здравствуй, Василиса царевна, Говорит стрелец, Милости просим хлеба соли откушать, Заморских вин испробовать. Василиса царевна вошла в палатку, Начали они есть, пить, веселиться, Выпила царевна стакан заморского вина, Опьянела и крепким сном заснула. Стрелец-молодец! Крикнул своему богатырскому коню, Конь прибежал, Тотчас снимает стрелец палатку золотой маковкою, Солится на богатырского коня, Берет с собой сонную Василису царевну И пускается в путь дорогу, Словно стрела из лука. Приехал к царю. Тот увидал Василису царевну, Сильно возрадовался, Благодарил стрельца за верную службу, Наградил его казною великую И пожаловал большим чином. Василиса царевна проснулась, Узнала, что она далеко-далеко от синего моря, Стала плакать, тосковать, Совсем из лица переменилась. Сколько царь не уговаривал, Все понапрасну. Вот задумал царь на ней жениться, А она и говорит, Пусть тот, кто меня сюда привез, Поедет к синему морю, Посреди того моря лежит большой камень, Под тем камнем спрятано Мое подвенечное платье, Без того платья замуж не пойду. Царь тотчас за стрельцом-молодцом, Поезжай скорей на край света, Где красное солнышко восходит, Там на синем море лежит большой камень, А под камнем спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье и привези сюда, Пришла пора свадьбу играть, Достанешь больше прежнего на гражу, А не достанешь, то мой меч, Твоя голова с плеч. Залился стрелец горькими слезами, Пошел к своему богатырскому коню. Вот когда думает не миновать смерти. О чем плачешь, хозяин? Спрашивает конь. Царь велел со дна моря достать Подвенечное платье Василисы-царевны. А что, говорил я тебе, Не бери золотого пера, Горе наживешь. Ну, да не бойся, Это еще не беда, Беда впереди. Садись на меня, Да поедем к синюю морю. Долго ли, коротко ли, Приехал стрелец-молодец На край света И остановился у самого моря. Богатырский конь увидел, Что большущий морской рак По песку ползет. И наступил ему на шейку Своим тяжелым копытом. Возговорил морской рак, Не дай мне смерти, Отдай живота, Что тебе нужно, Все сделаю. Отвечал ему конь. Посреди синяя моря Лежит большой камень. Под тем камнем Спрятано подвенечное платье Василисы-царевны. Достань это платье. Рак крикнул громким голосом На все синяя моря. Тотчас море всколыхалося, Сползлись со всех сторон На берег раки, Большие и малые, Тьма тьмущая. Старшой рак Отдал им приказание, Бросились они в воду, И через час времени Вытащили со дна моря Из-под великого камня Подвенечное платье Василисы-царевны. Приезжает стрелец-молодец К царю, Привозит царевне на платье, А Василиса-царевна Опять заупрямилась. Не пойду, говорит царю, За тебя замуж, Пока не велишь ты Стрельцу-молодцу В горячей воде искупаться. Царь приказал Налить чугунный котел воды, Вскипятить как можно горячей, Да в тот кипяток Стрельца бросить. Вот все готово, Вода кипит, Брызги так и летят, Привели бедного стрельца. Вот беда так беда, Думает он, Ах, зачем я брал Золотое перо жар птицы, Зачем коня не послушался? Вспомнил про своего Богатырского коня И говорит царю, Царь-государь, Позволь перед смертью Пойти с конем попрощаться. Хорошо, ступай, попрощайся. Пришел стрелец К своему богатырскому коню И слезно плачет. О чем плачешь, хозяин? Царь велел В кипятке искупаться. Не бойся, не плачь, Жив будешь, Сказал ему конь. Вернулся стрелец из конюшни, Тотчас подхватили его рабочие люди, И прямо в котел Он раз в другой окунулся, Выскочил из котла И сделался таким красавцем, Что ни в сказке сказать, Ни пером написать. Царь увидал, Что он таким красавцем сделался, Захотел и сам искупаться, Полез с дуру в воду И в ту же минуту Обварился. Царя схоронили, А на его место Выбрали стрельца-молодца. Он женился на Василисе царевне И жил с нею долгие лета В любви и согласии. Субтитры создавал DimaTorzok